Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я вижу, что у вас уже в чате идет активное обсуждение. Надеюсь, что оно по теме вебинара, потому что дальше буду стараться, конечно, выцеплять из чата вопросы по теме. Давайте мы с вами сделаем небольшую перекличку. Напишите, пожалуйста, слышно ли вам меня? Добрый вечер. Добрый вечер. Например, из редапов для 2-3-4 класса, из метапримерного портфеля и из итоговых контрольных работ для учащихся за курс начальной школы. Ага, все, вижу, что все подключились, всем слышно. Итак, коллеги, давайте начнем с небольшого обсуждения. Напишите мне, пожалуйста, в чате, насколько сложно ли вам, или, может быть, наоборот, с вашими учащимися у вас нет никаких проблем, в обучении чтению. И какой аспект из обучения чтению у вас и у ваших учащихся вызывает большее затруднение. Научить именно, как читать с нуля, то есть буквы, звуки, как соединять их в слова. Либо же научить понимание уже того, что они немножечко хотя бы читают. Как вот у ваших учащихся. Может быть, что-то напишут, что труднее, может быть, что лучше получается. А вот кто-то сразу пишет все. Честные педагоги сразу пишут все. Сложно научить читать с нуля. Нет таких проблем, это очень хорошо, это замечательно. Значит, сегодня у вас будет вебинар на тему того, просто как разнообразить свои уроки. Проблема с обучением только учеников, с которыми не занимаются родители дома. Техника чтения с нуля, сложно с нуля. Научить читать труднее. Сложно, тут нужна начитка. Труднее понимание. Тяжело научить читать с нуля. Понимание. Вы видите, у нас получается два фронта. У одних три фронта. У одних понимание сложно научить, у других научить чтению с нуля. А у других вообще все и то, и другое тоже сложно. Да, особенно вот произношение коллеги пишут страдает. Сложно научить, когда дети не могут помочь дома. Не хватает времени на уроки. Да, с одними с нуля трудно. Вот Нагорная Надежда пишет, а с другими понимание вызывает проблемы. У кого-то, да, вот трудности появились уже по каким-то определенным факторам. Кто дома с диском работает, с теми сложнее. А, кто не работает, с теми сложнее. Да, кому-то часов мало. Ага, коллеги, ну вот видите, да, что вебинар у нас актуальный. Что касается техники чтения и как научить читать, я вам сегодня, наверное, может быть, так много и не расскажу. И не расскажу, потому что у нас на апрель, если вы видели, в расписании вебинаров запланирован дополнительный вебинар. Он пройдет 22 апреля. Тоже утром он будет и вечером в 11.05. Давать его будет Клара Исааковна Кауфман, автор курса happyenglish.ru. Она расскажет как раз о том, как научить читать во втором классе ребят на английском языке. То есть приглашаю всех послушать, как автор вам расскажет, как учить ребят именно читать. Поэтому я сегодня сделаю больше упор на обучение чтению, то есть разным видам чтения, разной глубине понимания того, чему же все-таки обучать. Когда речь идет о чтении, этот вопрос очень часто возникает. И если мы с вами посмотрим в методику Миролюбова, то увидим там, что он считает, в принципе, обучаем, конечно же, технике чтения в начальной школе. С точки зрения техники чтения здесь техничка очень важна, потому что она не по-сак раз связана с пониманием. Если ребят читают что-то неправильно, какие-то слова, то, конечно же, остальная часть класса, остальная их не поймет. Не поймете и вы, как педагог. Выделяют также две части, две стези в чтении. Это аналитическое чтение и синтетическое чтение. Вот у меня сразу к вам вопрос, какой вид чтения у ваших ребят получается лучше. Аналитическое чтение, когда они читают текст и стараются преодолеть языковые трудности, исходя из каких-то вокруг стоящих слов, из понимания. Либо когда они ориентируются на уже прочитанное, то есть на контекст, это будет уже синтетическое чтение. Какое будет вид чтения у ребят лучше? Какое у вас получается лучше у ребят? Аналитическое чтение или синтетическое чтение? Коллеги пишут аналитическое, синтетическое. Синтетическое. Синтетическое, несомненно, лучше пишут. Аналитическое у кого-то лучше, наоборот. Синтетическое легче. Мы видим, что учащиеся все разные. Кому-то удобнее и проще ориентироваться на то, что они уже прочитали, то есть на контекст. Исходя из этого, они, читая дальше, даже не понимая, может быть, какие-то несколько предложений в тексте, а не по смыслу текста, по уже даже прочитанному смыслу того, что они поняли какой-то кусочек, пытаются догадаться, о чем идет там дальше речь. Соответственно, да, таким ребятам проще синтетическое чтение. А кто-то, наоборот, старается снять языковые трудности, то есть заглянуть где-то, возможно, в словарь, в какую-то отдельно вынесенную рубрику, где новые слова вынесены. Может быть, вспомнить какую-то конструкцию, как правильно ее перевести, и таким образом правильно понять, о чем здесь в предложении говорится. Таким ребятам, конечно же, проще аналитическое чтение. Коллеги, синтетическое чтение обозначает, что мы учим ребят читать, когда они читают и опираются в понимании следующего части текста, следующего куска текста, опираются на понимание того, что они уже прочитали. Посмотрите, у меня написана задача научить понимать каждый следующий отрывок текста, опираясь на понимание предыдущего. То есть, по сути, это языковая догадка. То есть, они включают воображение и мышление, и, читая этот текст, пытаются догадаться, что же будет дальше. Да, каждый класс, конечно же, работает по-разному, поэтому каждому ребенку, даже если вы обратите внимание, в своем классе к ним каждому нужен свой подход, к каждому нужен, возможно, даже свой способ обучения чтению, а их несколько, мы сейчас на все это посмотрим. Говоря об обучении чтению, мы, как правило, подразумеваем четыре вещи. Это обучение читать с нуля, это выбор способа обучения чтению, обучение разным видам чтения, то, что мы сегодня с вами сделаем упор, и обучение чтения текстов разных жанров, разных стилей. То есть, вот основные четыре вопроса, которые у нас возникают, когда мы говорим об обучении чтению, особенно в начальной школе. Я затронула вопрос уже методов обучения чтению. Основные методы, как мы с вами знаем и привыкли уже к ним, это метод звукобуквенных соответствий, где-то еще его называют фонетический метод, и второй – это метод чтения целым словом, или look, say, или whole word. То есть, мы видим, что основные два подхода – это либо чтение целым словом, либо это метод звукобуквенных соответствий, когда ребята ориентируются на знание алфавита и на то, какая букву, какой звук дает. А еще существуют, да, я… Вот коллеги пишут, Елена Радзивилова, я поняла в своем опыте, что нужно считать оба подхода. Видите, вот мы сегодня с утра на вебинаре с коллегами тоже на этом слайде, я их спрашивала, как у них, у ребят лучше получается, но все отвечают по-разному, и что у некоторых коллег в классе есть те дети, которые, наоборот, не могут освоить метод чтения целым словом, а у кого-то, наоборот, есть целые классы, которые читают целым словом, допустим, занимаясь по учебнику Милли, но метод звукобуквенных соответствий в параллельном классе, в котором занимаются по другому учебнику, вот у них не получается, и все, да, но там учебник предполагает такой метод обучения. Посмотрите, да, еще существует много разных других методов, это и метод whole language, и лингвистический метод, я думаю, что подробнее их объяснять не нужно. Да, но вот коллеги пишут, что метод звукобуквенных соответствий самый надежный, то есть если, да, и вот логичный сверху, коллеги тоже комментируют в чате, вижу, понимаешь, откуда ноги растут. Если разбираться так, то да, но не могу сказать, что это едино верное и единое решение, да, есть коллеги, которые прибегают к разным методам обучения, да, вот у нас тоже и такие есть сегодня в чате. Да, большинство опираются на алфавит. Ну вот вижу, что коллеги тоже, вы все спорите на тему того, какой лучше звукобуквенный или метод чтения целым словом. Я для тех, возможно, кто не использует метод чтения целым словом, покажу пример из мили для второго класса. Это, смотрите, в рабочей тетради такое замечательное задание. Нужно найти соответствие и написать слова. Слова, данные у нас в левой колоночке, дальше даны тени от этих слов и иллюстрация к словам. Соответственно, да, мы видим байк, облачко похожее на байк, ребенок его соединяет и соединяет уже с картинкой. То есть они здесь это слово читают не по буквам, они его видят целиком, а именно видят к нему еще и тень. Соответственно, соединяют это все, и у них получается целое слово. Чтение целым словом – это такой подход очень непростой, зато есть очень много разных игр, которые позволят его оттренировать, привести какое-то такое абсолютно что-то обыденное, читать не по слогам, не по буквам, не опираясь на знание, какая буква дает какой звук, а сразу брать это все целиком и стараться слово прочитать одним махом, то есть видеть его сразу же целым. Есть много игр на этот счет, я в конце вебинара покажу слайд, и потом, когда будет презентация доступна для скачивания, вы посмотрите и сможете перейти по этим ссылкам. Подготовила такой небольшой список ссылок, где можно посмотреть дополнительные игры по чтению целым словом, несколько зарубежных исследований тоже по методам обучения чтению. Думаю, вам что-нибудь обязательно в работе понадобится и пригодится. Какие есть примеры игр? Посмотрите, flashing card, то есть это обычные наши карточки, которые все мы очень любим, когда нужно ребятам предъявить какую-то карточку со словом, буквально на одну секунду, ребята должны это слово за эту одну секунду прочитать, то есть одним махом, увидев это слово целиком. После этого карточка тут же прячется, а ребята должны сказать, какое там было написано слово. Соответственно, мы таким образом тренируем у них быстроту реакции на печатное слово и развиваем скорость чтения. Есть игра пары, pass либо memory, здесь развитие скорости чтения целым словом происходит, когда они собирают пары, а собирают они картинку и слово, то есть обычные наши задания на подбор картинки к слову. Чем быстрее ребенок прочитает это слово, тем быстрее он сможет найти к нему иллюстрацию. Соответственно, кто быстрее собрал, тот и выиграл. Whispers тоже хорошая игра. Вы делите, допустим, ребят на две команды, это очень удобно играть в эту игру, если у вас большая группа. Вы делите их на две команды, можете посадить их как-то определенным образом за парты, можете в кружочки сесть, можете в шеренги, здесь уже зависит от детей. Раздаете карточки со словами, первый смотрит на слово, читает его про себя, естественно, да, никому, либо тихо вслух, но главное, чтобы никто не слышал. После этого он подходит ко второму из своей группы ребенку и тихонько на ухо ему это слово произносит. Последний из команды должен показать иллюстрацию с этим словом. То есть первому нужно так правильно это слово прочитать и донести, да, вот через сломанный телефончик до последнего, чтобы последний понял, о каком слове идет речь и показал картинку с этим словом. Есть еще игра пастыбол, здесь, конечно, в принципе, игр с мячом может быть большое множество. Можно передавать с ребятами мяч по кругу, после того, кто последний, у кого оказался в руках мяч, выбирает карточку и читает слово. Остальные показывают как раз таки картинку с этим словом. Тоже очень распространенные такие игры, да, вы видите, здесь и с мячом, и на команды можно поделиться, и с карточками. То есть, пожалуйста, да, вот можно еще использовать, что потеряно, игру, эхо, да, можно в эхо, можно в шепоты, да, здесь уже clever parrots, я даже вижу, предлагаете. То есть, здесь вариации игр, огромное множество, что с мячом, что с карточками. Пожалуйста, вы можете вместо карточек интерактивную доску использовать. Здесь, конечно же, главное, чтобы вся эта техника необходима у вас была. Что касается видов чтения, прежде чем приступать к тому, чтобы посмотреть разные примеры из пособий, посмотрим на сами виды чтения. Есть два деления на виды чтения, два типа. Один выделили Рогова и Фоломкина. Смотрите, это изучающая, ознакомительная, просмотровая и поисковая. А второй, это тот самый, уже такой, да, ходовой вид разнообразия видов чтения. Это изучающая, просмотровая и поисковая, к которым мы с вами уже давным-давно привыкли и используем. Давайте посмотрим на такой замечательный пример того, как Майкл Уэст, описывает, как можно читать статью с разными видами чтения. Читая статью в Ланцет, я пробежал глазами первый параграф, в котором говорилось о предшествующей работе, не относящейся к интересующему меня вопросу. Бегло прочитал следующую часть, чтобы иметь представление о цели, характере настоящего эксперимента. Прочитал и описание эксперимента, изучил результаты и выводы. То есть мы видим, что одну статью можно прочитать сразу и с полным пониманием, и ознакомительную какую-то часть, и еще и с поиском, потому что вы берете все-таки, допустим, читать какую-то статью, особенно из газеты, потому что вы прочитали заголовок, и вам что-то интересное из нее узнать. То есть здесь уже зависит от того, в зависимости, с какой коммуникативной задачей вы тот или иной текст читаете. Соответственно, и выделяют изучающее, просмотровое и поисковое чтение. Рогово и Фоломкино выделили еще и ознакомительное чтение, потому что они считали, что есть разница между тем, чтобы просто просмотреть текст, и тем, чтобы с ним ознакомиться. То есть здесь уже зависит от того, какой вы будете придерживаться классификации. Посмотрим с вами на примеры из пособия ReadUp для 2-го, 3-го и 4-го класса. В каждом из них есть Maple the Book. Пожалуйста, вот так она выглядит. То есть мы видим, что незаменимая вещь. Здесь есть колонка с типом текста. Какой текст, что из себя представляет тот или иной текст. Это и вывески, и загадки, и стихотворения, и считалки, истории, списки читают, инструкции читают ребята. Прописано задание, которое дано к тексту. То есть текст дан не обособленный, непонятно, зачем его нужно читать. Но ребята всегда знают, зачем нужно прочитать текст. У них всегда есть какое-то небольшое задание, которое нужно выполнить. Например, из загадки составить слово из букв. Из стихотворения найти ошибку на картинке. В сказке, скажем, выбрать заголовок и догадаться о значении незнакомых слов. В инструкции сделать поделку и так далее. То есть они всегда читают текст с какой-то определенной целью, чтобы выполнить какое-то задание. Также прописано, чему можно научиться, прочитав этот текст и выполнив задание. Например, прочитав считалку, выполнив задание к ней, ребенок научится сравнивать информацию в тексте с картинкой. Прочитав историю, читать слова с буквы «о». Считалку, использовать правильную интонацию в считалке и так далее. То есть, пожалуйста, здесь все прописано, очень удобно этим пользоваться. Мы уже видим, с какой глубиной понимания тот или иной текст нужно читать. Пример. Прочитая историю и согласись или не согласись с утверждениями после текста. Даны пять утверждений. Дан такой замечательный комикс. Как раз снимаются языковые трудности тем, что у ребят есть изображение того, что происходит в комиксе. То есть есть иллюстрации. Соответственно, им достаточно просмотреть этот текст, потому что он очень небольшой. И всегда есть иллюстрация, которая подсказывает им перевод той или иной фразы. И уже, чтобы ответить на yes, no, на true, false, как мы привыкли, это поисковое чтение. То есть они специально посмотрят заранее, еще раз в текст, и выберут уже, правда это или неправда. По содержанию текста. Такой пример. Прочитай историю и расставь картинки по порядку. Здесь, для того, чтобы расставить картинки по порядку, посмотрите, их здесь 12 картинок. То есть это такое задание уже, да, глобальное. Невозможно использовать просто поисковое чтение. То есть поставить себе задачу, что я найду, допустим, каждую картинку и найду ее, где она в тексте. Это не поможет нам расставить картинку. Соответственно, ребята читают с полным пониманием. Этот текст, он несложный. Внизу, опять же, есть подсказки, что зачем происходит, да, и по заданию они соотносят картинки с той или иной частью текста и пронумеровывают их. То есть, пожалуйста, таким образом, если они с текстом ознакомились, у них уже не будет никаких проблем с расстановкой картинок в правильном порядке. Есть читательские дневники в каждом редапе. Это замечательный элемент рефлексии. Смотрите, дорогой читатель, в этом дневнике это свои рассказы, истории и стихи ты прочитал, и понравились ли они тебе. При этом даны уже фразы, которым можно выразить свое отношение к прочитанному. It's great, it's funny, it's boring, I don't like it, it's amazing. Ребенку достаточно посмотреть на фотографию своего сверстника и уже понять, что подразумевает та или иная фраза. После чего даны такие таблички, на каждый юнит, соответственно, своя. Мы с вами смотрели примеры из раздела Amazing Animals. Соответственно, я показываю вам его. Вы вписываете дату с ребятами, название текста, который читали, и они выбирают и пишут свое мнение по прочитанным. Есть в читательском дневнике замечательные такие странички, где ребята знакомятся с жанрами. Посмотрите здесь story, title, character, то есть как это все правильно назвать, литературно, как это по-английски называется. Еще раз они вспоминают, какие истории прочитали в книге, отвечают на вопросы по прочитанному. То есть до этого они изучили несколько текстов. Посмотрите, здесь 13 заданий они выполнили, разные даты абсолютно они могли это все делать. После чего отвечают на вопросы. И для такого закрепления того, что им все точно понравилось, они точно помнят, о чем были те или иные рассказы, и просятся отнести название истории прочитанных и название персонажей. Мы с вами вот видим, что здесь сделан уже пример out phone, joint floor, а мы видели пример на слайде с Helen and Holly, a hamster and a hedgehog. То есть, пожалуйста, использовать это все очень забавно, интересно, то есть такая книжка не только для чтения, но и для души. Третий класс, read up. Посмотрите упражнение, прочитай рассказ и поставь предложение в правильном порядке. Для того, чтобы расставить предложение здесь в правильном порядке, нужно, конечно же, изучить внимательно, то есть с полным пониманием данный, такой небольшой рассказ о том, как делал мальчик портрет друга. После чего мы из этого еще и извлекаем такое дополнительное задание, как решить кроссворд. То есть, посмотрите, для того, чтобы все это сделать, нужно прочитать текст с полным пониманием. Как раз коллеги интересуются, как другие коллеги используют дополнительные редапы, как дополнительное чтение или успевают на уроках брать фрагменты. Тоже интересно узнать. Есть замечательная считалка, стихотворение считалка, мы ее с вами все знаем, но вот в такой интерпретации с таким заданием она есть в редапе для третьего класса. Смотрите, после того, как они прочитались, стихотворение считалка вслух, что, соответственно, позволит нам еще раз отработать с ними интонацию, произношение. Они придумывают свою считалку, заменив некоторые слова. То есть, очень удобно работать с таким заданием в больших группах, когда каждому ребенку хочется высказаться, а в третьем классе они каждый тянут руку, и для них одно стихотворение повторять это будет, конечно же, скучно. Соответственно, им есть такое трансформирующее задание, нужно заменять части, которые помечены цифрами 1, 2 и 3, теми, что предложены. И можно также, если у вас детей больше не хватает на всех этих имен, то можно взять свои имена, не хватает этих мест, можно добавить еще какие-то места, не хватает перечисления еды, то можно заменить на что-то, что ребята уже выучили. Соответственно, пожалуйста, представьте, сколько вариантов можно этого стихотворения считалки ребятам продекламировать, то есть очень-очень много. Очень такое замечательное получается задание на чтение. Примерно, тоже на изучающее чтение, кстати, коллеги, напишите мне, пожалуйста, в чате, на какую же русскую сказку, похожая английская сказка The Gingerbread Man. А эти книги для чтения есть? Да, эти книги для чтения есть, если вы приедапы. Да, на колобок, правильно, вот Динара Стопчук первая ответила. То есть такая английская вариация колобка, да, это будет Gingerbread Man. Да, соответственно, наше задание здесь, это поставить предложение в правильном порядке. Посмотрите, да, под буквой A мы читаем, спрашиваем, на какую сказку похожа, под буквой B мы ставим предложение в правильном порядке. Для того, чтобы их расставить в правильном порядке, нужно все-таки текст, конечно же, внимательно прочитать, чтобы не было никаких вопросов. Есть такие задания, да, здесь даже на сообразительность, на, смотрите, какой художественный вкус у ребенка воспитываем. Прочитая описание картины Шишкина Утро в Сосновом Бару, выбирая наиболее подходящие слова. Внизу у нас дан текст, в тексте есть некоторые слова на выбор. То есть, допустим, какой это лес, в какое время дня мы видим мишек и так далее. Соответственно, для того, чтобы правильно выбрать те или иные части предложения, мы используем поисковое чтение. То есть, мы просматриваем данные слова на выбор, выбираем только нужное и его же сразу же зачитываем. То есть, таким образом получается, что весь текст полностью понимать не нужно. Вплоть до того, что достаточно смотреть только на выделенные слова и на картинку и таким образом сравнивать, что есть на картинке и какая лексика нам дана. Соответственно, только нужные слова уже зачитывать. То есть, для полного такого понимания, конечно же, текст уже читать не нужно. А есть такой тип заданий. Прочитай информацию о разных медведях и определим, о каком именно медведе идет речь в каждом предложении. Некоторые предложения подходят для двух или трех медведей. Даны 13 предложений, даны три картинки. Все картинки подписаны, где какой мишка изображен. Ребят, мы предупредили, что какие-то из 13 предложений могут использоваться по 2 и 3 раза. Соответственно, для того, чтобы разобраться подробно, для какого мишки какое предложение подойдет в описании, придется очень внимательно ознакомиться со всеми 13 предложениями. Зато после этого они очень быстро сделают само задание. Есть читательский дневник так же, как и во втором классе. Посмотрите, фразы стали немножечко посложнее. Здесь не односложные такие уже ответы, что it's great или it's boring. Здесь есть и другие варианты, как выразить ту же самую эмоцию. Есть такая же таблица, куда можно все это заполнять. Знакомим их, продолжаем знакомить с жанрами. Здесь у нас story-рассказ, причем не просто самим словом story. Мы еще знакомим с частями, какие есть части в истории, как будут называться соответственно главные герои, как сказать зачин, как будет само действие, как сказать, где происходило это и когда все это происходило, время в рассказе. То есть такой небольшой уже разбор текста в третьем классе тоже предлагаем ребятам делать и уже это начинать с ними пробовать проходить. Посмотрим, например, из редак для четвертого класса. Ребята читают очередную уже третью часть рассказа о девочке из Никарагуа и заполняют пропуски на страничке из ее дневника. Соответственно, в таком упражнении нам не нужно полностью читать весь текст, прежде чем не посмотрим на сам дневник, а что же здесь недозаполнено. Мы видим, что в дневнике соответственно по цифре 2 с 7.45 до 8.30 не написано какой урок в этот момент у девочки. Соответственно, нужно найти в тексте ответ на именно этот вопрос, что она проходит с 7.45 до 8.30 урок. После этого смотрим дальше, не хватает времени окончания урока перерыва с 9.15 до скольких. Соответственно, ребята ищут по тексту ответ на этот вопрос и так далее. Получается, что они затрагивают здесь поисковое чтение и читают в том числе и помимо текста обычного уже знакомого им читают еще и нелинейный текст. То есть вот эту таблицу, которая оформлена как дневник. Ряда поездов 2-х, 3-х, 4-х, 5-х классов, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х. А вот тоже вам уже администратор отвечает в чате. Он подходит абсолютно, я сразу же отвечаю на вопрос Надежды Николаевны, редапы подходят абсолютно ко всем учебникам, потому что они затрагивают все необходимые темы примерной программы, лексику, которая должна быть, грамматические конструкции, соответственно, их можно использовать абсолютно с любым учебником. Смотрите, конечно же, на уровень подготовки ваших учеников, ну, как правило, сколько я спрашиваю коллег, в каком классе ведут такой редап себе дополнительно для того, чтобы взять на уроке какой-то текст интересный, у кого-то есть факультативы, берут тоже редапы, соответственно, кто-то заменяет просто некоторые задания из учебника заданиями из редапов, потому что там есть много заданий, которые выходят не просто из чтения, а выполнения заданий, но, как мы видели, в начале втором классе в Map of the Book, когда задания после чтения выходят, допустим, в поделку, почему бы, конечно же, это не использовать. Следующий пример у нас тоже на изучающие чтения, текст такой, да, с картинками, картинки у нас не пронумерованы, их нужно пронумеровать, для этого текст нужно прочитать, как мы с вами уже поняли, полностью, более того, после того, как они пронумеруют картинки, нужно пронумеровать предложения, которые даны после текста, в соответствии с прочитанной историей. Первое предложение для ребят уже тоже сделано, обозначено. Пример с другим немножко видом задания, до этого мы нумеровали картинки, нумеровали предложения, здесь нужно пронумеровать в правильном порядке части текста, они у нас промечены все буквами A, B, C, D, E, а нужно расставить их в правильном порядке, соответственно, для этого придется, конечно же, прочитать весь текст и понять, о чем в каждой части идет речь. Если даже вы читаете это не как с полным пониманием, не изучающее чтение делаете, то как минимум просмотровое чтение на каждую отдельную часть, причем до тех пор придется читать эту часть, пока не поймешь, что в начале нее, что в конце нее, то есть что зачем должно стоять по порядку действий, все равно придется очень внимательно ознакомиться с каждым кусочком данного текста. Такие бывают упражнения, здесь они уже, так как четвертый даже класс все больше и больше напоминают нам о том, что скоро итоговая аттестация за курс четвертого класса, за четыре года обучения ребенка в начальной школе. Посмотрите, прочитай сказку, выполни задание. Какие форматы задания могут быть? Закончи предложение, выбрав один вариант из трех предложенных. «Обведи соответствующую букву». Такое тестовое абсолютно уже упражнение. Прочитали текст, должны выбрать правильную концовку предложения. Либо выбери правильный ответ на вопрос. «Обведи соответствующую букву». Данный вопрос, данные варианты, нужно обвести правильный ответ в кружок. Есть и такие задания, которые могут выходить, например, из чтения ответ на то, что прочитано, не нумерация картинок, допустим, а рисунком, как в примере, который сейчас перед вами, из метапредметного портфеля ученика четвертого класса. По заданию ребенок получил письмо от друга по переписке, нужно прочитать это письмо, оно коротенькое, мы видим, и выполнить задание. К заданию как раз дано окошко, в котором нужно нарисовать. Что нужно нарисовать? Эти вопросы заданы в письме, а нарисовать ребенку нужно то, что он сейчас видит из окна, так как ему друг по переписке как раз прислал фотографию того, что он видит сейчас из окна. Соответственно, вот ребята этим и занимаются. То есть им нужно прочитать текст, чтобы понять, что же нужно там рисовать. И мы видим, что, соответственно, прочитать нужно и как просмотровое чтение сделать, чтобы ознакомиться с содержанием открытки, и найти еще раз где там в открытке вопросы, то есть поисковое чтение, чтобы конкретно уже отвечать на вопросы в своем рисунке. Читают ребята не только обычные тексты, нелинейные тексты, истории, рассказы и так далее. Читают они и письма, как, например, еще одно примере из недопредвентного портфеля ученика четвертого класса. Мы с вами видим письмо, соответственно, это пистолярный жанр. Ребенок должен с ним ознакомиться. Здесь будет просмотровое чтение, потому что с полным пониманием здесь ему особо ничего читать не придется, потому что рядом на соседней страничке ему дана заготовка под такое же письмо, но уже свое, обратно другу. В нем как раз сделаны пропуски в имени, в городе, откуда ребенок, сколько ему лет, и подписи еще раз со своим именем, что он рад дружить. То есть, когда вы смотрите, соответственно, такой текст, к нему нет задания, о том, что нужно подробно познакомиться с данным текстом, читать его вслух, допустим, в классе, да еще и с переводом, конечно же, ни в коем случае не надо. Достаточно просто проскользить по тексту глазами, то есть сделать просмотровое чтение и в общем, в общих чертах ознакомиться с текстом письма. Посмотрим на еще один пример. Здесь нужно прочитать одновременно и с изучающим чтением, и с поисковым чтением. Опять же, мы видим здесь письмо, да, и пистолярный жанр. Почему ребятам нужно очень внимательно прочитать вопросы к письму? Именно изучающие, да, чтение к вопросам, заметьте, не к самому тексту, потому что мы снимаем тем самым у них трудность в восприятии вопроса, то есть в самом задании. Если мы не сможем, или если вообще, в принципе, да, мы порой такое бывает, не можем донести до ребенка четко цель задания, что мы от него хотим, то, к сожалению, он может выполнить задание неправильно, потому что он нас не поймет до конца. Поэтому мы читаем с ребятами подробно вопросы, подробнейшим образом разбираем, что нужно сделать, что спрашивает Джим, что за вопрос он задает к своему письму. После этого ребята берут цветные фломастеры, или карандаши, или текстовыделители, и работают уже с письмом, методом поискового чтения. То есть они ищут в тексте только ответы на поставленные вопросы. Как только он нашел ответ на вопрос, на тот или иной, он закрашивает ответ тем цветом, который он выбрал для того или иного вопроса. То есть, пожалуйста, пример, как научить именно поисковому чтению ребят. Такой может быть вариант поискового чтения, когда ребята сравнивают два текста. Тексты здесь абсолютно такие, да, линейные, линейные, параллельные, не знаю, как это правильно сказать. My name is Jim, слева, справа my name is Bob. Соответственно, Jim, Bob, разницу ее нужно выделить. I go to London school, I go to London school. Здесь у нас нет разницы. I like to count, здесь I like to learn. Пожалуйста, count, learn. То есть они читают тексты параллельно, могут строчками, могут предложениями, и ищут и выделяют, соответственно, разными цветами разницу между двумя текстами. Соответственно, получится поработать, потому что предполагается, что такая книга используется как рабочая тиграть. Я сразу отвечаю на вопрос Ольги. Это книга, рабочая тетрадка. Рабочие тетрадки у вас в библиотеке, как правило, если стоят, то это те, что для педагога. Но я думаю, что учителю не так важно рисовать самой в тетрадке. То есть вам главное, чтобы это был инструмент, по которому вы сможете готовить свои конспекты. А, соответственно, ребятам в ней есть простор для творчества, где можно порисовать, выделять. И это очень важно. И важно, что он издан в портфеле как раз на плотной бумаге, чтобы не было никаких проблем при работе даже с текстовыми длителями. То есть они не окажутся у вас еще на четыре страницы дальше. Да, они внимание развивают и готовят к быстрому чтению, и формат, и так далее. И все здесь это тоже вот в одном таком портфеле есть. После того, как мы, конечно же, посмотрели с вами много-много примеров, нельзя не сказать о контроле чтения, так как мы говорим за курс начальной школы. Соответственно, мы смотрим с вами пример из итогов контрольных работ для выпускников начальной школы. Ребята в данной книге, авторы Клары Саковны Кауфман и Марианы Юрины Кауфман сталкиваются, например, с таким заданием, как «Прочитай текст» и выполнить задание 5-10. Закончить предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста. Один ответ помещен в качестве примера. То есть ребята читают этот текст, небольшой, естественно, текст, как мы видим, и выполняют задание. То есть в таких заданиях в части чтения, здесь 4 теста, соответственно, 4 раза они могут столкнуться с разными текстами на чтение, проверяются умения читать про себя, понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале, находить в тексте необходимую информацию. То есть мы видим, что все те примеры из редапов, из медопредметного портфеля, они как раз подготавливали нас к итоговой аттестации. Такие замечательные инструменты, чтобы к итоговой аттестации ребенок был готов. Хочу еще вам дать такие 6 стратегий для увлекательного чтения. Может быть, кому-то они покажутся уже такими избитыми, может быть, кому-то они будут чем-то новым. Первая стратегия – это читать для всего класса, поделив текст на части. То есть эти 6 стратегий – это то, чем можно замотивировать учащегося к чтению, потому что не все ребята любят читать. И особенно такая проблема возникает, если в том или ином классе вы не ведете со второго класса сами. Если вам достались ребятки, скажем, в четвертом классе, в котором был до этого другой педагог, то еще, не дай бог, педагог был не замотивирован на то, чтобы ребятами научить. И вот они не любят читать, допустим, как же их замотивировать. Пожалуйста. Вы можете с ними читать, можете им сами читать какие-то тексты для класса, поделив текст на части. Особенно, если этот текст не предполагается для полного понимания ребятами. То есть если у вас из этого текста есть какие-то вытекающие обстоятельства, допустим, это может быть задание на говорение, когда вы что-то обсуждаете, либо какой-то кроссворд, какие-то определенные слова. Либо нужно соотнести, как мы видели, много примеров, картинки по содержанию текста. То есть, пожалуйста, эти задания могут быть у вас, как вы любите, на интерактивной доске. То есть вы что-то им читаете, какой-то небольшой отрывок вслух, а они на интерактивной доске выполняют какое-то задание по прочитанному. Это уже будет повышением для них мотивации, и они поймут, что чтение – это хорошо. Вторая стратегия – это читать вслух и обсуждать прочитанное. То есть, например, вы можете читать текст, после чего в каком-то моменте чтения заменить имя главного героя на любое другое имя, которое вам придет в голову. Ребята, конечно же, в этот момент вас поправят, скажут вам, что вы не правы, вы их похватцы очень внимательно слушают. Обязательно задавайте им вопрос по содержанию прочитанного, и они с удовольствием вам на него ответят, потому что они поймут, что они важны, что их мнение важно, что в том числе очень интересно и забавно читать. Можно разыгрывать читаемые паролям. Ребята очень любят text-out задания, то есть вы раздаете роли, ребята выходят с книжками куда-то в центр класса, допустим, или к доске и читают это паролям. Как правило, ажиотаж всегда очень большой, а текст, соответственно, будет усваиваться у них лучше, и они заодно тренируют и технику чтения, и интонации, и всякие, как поделить на синтагмы читаемые и так далее. Как работать с карточками мы уже с вами в самом начале вебинара смотрели. Игры могут самые быть различные, от выбери пары до игра в шепотки, кто-то предлагал в попугая и так далее. То есть, пожалуйста, любые игры с карточками, когда они выходят из того, чтобы нужно прочитать было какое-то слово, работают очень прекрасно, а главное, ребятам нравится, потому что это ажиотаж и интерес. Можно выполнять интересные проекты по тому, что читаем в данный момент, либо уже прочитали. Допустим, прочитали о каком-то герое, а нужно дома, скажем, его нарисовать в какой-нибудь необычной ситуации и рассказать о том, что с ним случилось с этим героем. Либо какую-нибудь составить биографию этого героя, либо, я не знаю уже, что можно, придумать окончание истории, к примеру, свое, какое-нибудь, допустим, очень веселое или очень грустно. И шестая стратегия это читать чанты, это то, когда мы читаем именно с определенной интонацией, когда мы проговариваем и тренируем дополнительную технику чтения, мы с ними, да, можем и отхлопывать какие-то фразы, можем, да, кто-то хлопает, кто-то топает, чанты все читают абсолютно по-разному. Главное, это должно быть такое ритмичное прочтение с ребятами, соответственно, которое поможет соберевать у них технику чтения. Да, вот Елена Радзивилла пишет песни и чанты просто необходимы. Соответственно, пожалуйста, такие вам шесть стратегий я предлагаю. Полезные ссылки по теме вебинара, как и обещала, на последнем слайде будут, сможете, как только презентация будет на форуме, по ним кликать и переходить, читать материалы. Скажу пару слов о новинках. Вышел у нас уже, как вы видели, примеры метапредметной портфели ученика четвертого класса. Давали уже на него ссылку, я видела, в интернет-магазин. Если интересно, заходите, посмотрите. У нас теперь в интернет-магазине, коллеги, есть прикрепленные страницы из книг. То есть, вы можете кликнуть и у вас откроются страницы для примера, чтобы вы знали, что вы покупаете за продукт. То есть, даже если вы пропустили вебинар, всегда можете дополнительно посмотреть страницы. Вышла обновленная версия книги страницы британской истории. Тоже обратите на нее внимание, особенно если вы эту книгу уже очень давно используете, почему бы не приобрести обновленный вариант. В ней добавлены проектные работы, некоторые задания изменены формулировки. То есть, заходите в интернет-магазине и тоже смотрите. И итоговые контрольные работы для выпускников на лешколе. У нас сегодня с вами вебинар по чтению, поэтому я только одну страничку вам показала. В ней четыре теста по всем видам речевой деятельности с замечательным механизмом того, как оценить ребят, то есть, какую даже отметку в журнал поставить. Есть шкала оценивания, шкала именно как выставить отметку в журнал, сколько нужно набрать баллов. Более того, там учитывается процентное соотношение, сколько ребенок выполнил заданий. Это процентное соотношение соответствует итоговым контрольным работам МЦКО. То есть, заходите, смотрите, странички, скачивайте те странички, что есть, что на форуме уже выложено. Знакомьтесь, книги есть в интернет-магазине либо в книжных магазинах вашего города. И готовиться к выпуску у нас, посмотрите, такие красочные, красивые книги Клары Саковны Кауфман и Марианны Юрьевны Кауфман. Это четыре книги для чтения. Смотрите, Adventures of Bob the Hedgehog and His Friends Дуринал the Druids Робин МакКуиз История из известных американцев и бритихих писателей. Также выйдут у нас очень скоро уже, они в начале мая будут уже в продаже. Это Songs and Poems for Junior School и Songs and Poems for School. То есть, пожалуйста, все, что вы так давно просили, дополнительные книги для чтения из страноведческого характера, причем очень разные, посмотрите, и песни с начальной школы и до среднего звена, пожалуйста, все есть. Все это можно приобрести, всю эту прелесть можно купить через интернет-магазин. Я видела, что коллеги здесь уже писали про то, что в интернет-магазине не нужно бояться почтовой доставки, что она на самом деле получается не такая дорогая, как кажется. Заходите, пожалуйста, здесь возможно будет даже дешевле, чем в книжном. И сегодня у нас, коллеги, на этом вебинаре действует промокод на 10% скидку на покупку пособия редакт для 2, 3 и 4 класса. Для этого вам нужно написать письмо заявку на адрес shopsobakatitool.ru тему письма указать, это очень важно, коллеги, именно эти письма будут только обрабатываться. RUP234 в письме указывает ваша фамилия, имя, отчество, напишите, какую конкретно книгу вы хотите приобрести, либо какие книги, количество их в письмарах, написанный почтовый адрес, куда вы хотите, чтобы книги вам пришли. Соответственно, в ответ вам пришлют счет, вы его оплачиваете и получаете книги на указанный вами почтовый адрес. Обратите, пожалуйста, внимание, что данный промокод на 10% скидку действует только на покупке через почту, именно через письмо заявку на shop собакатитул.ру через интернет-магазин эта 10% скидка действовать не будет в течение суток. Смотрите, промокод данный RUP234 действительным до 16 апреля полуночи. Так, коллеги, вроде бы я вопросов по теме вебинара не вижу. В основном, коллеги благодарят за нужные и полезные пособия. Да, коллеги, по вчерашней скидке пособия, которые вчера предлагались, но, соответственно, это до полуночи сегодняшнего дня. А RUP для 2-3-4 класса либо все вместе, либо по отдельности, это, соответственно, уже в течение сегодняшнего вечера и завтра целого дня до полуночи. Тогда вы можете, если письмо сейчас напишите, то можете помечать сразу, что вы и по тому промокоду и по этому промокоду тоже покупаете. Да, коллеги, насколько я помню, отсканированную квитанцию вроде бы посылать нужно. Коллеги, напишите, пожалуйста, вопросы, которые связаны с покупкой на shop собакатитул.ру. Просто уже в теме письма указывайте, по какому конкретному вопросу вы хотите что-то узнать. Коллеги, даю в чат код для сертификата. Больше вопросов не вижу по теме вебинара. Так, коллеги, даю вам, где сертификат получить, гиперссылку. Обновленные в плане того, что там добавлены новые упражнения, особенно проектные работы и формулировки некоторых заданий изменены. Теперь практически там, если я не ошибаюсь, все задания на английском языке сформулированы так, чтобы ребятам было и понятно, и интересно по ним заниматься. Диски к ридапам нет, их нету. Это исключительно книги для чтения. Коллеги, пожалуйста, оставляю вам слайд с тем, как получить сертификат. Пожалуйста, слайд перед вами. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok